МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Две больницы региона перепрофилируют под ковид-госпитали. Какие еще меры предпринимают в области в связи с резким ростом количества заболевших? Пришел дворник, все подмел, но не ко всем. Почему в Новосибирске не хватает таких специалистов? И есть ли в городе дворницкие династии? В семье медоедов, живущих в новосибирском зоопарке, пополнение. Какого пола детеныш и почему этот случай специалисты называют уникальным? Еще две больницы в регионе перепрофилируют под ковид-госпитали в ближайшее время. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения области Елена Аксенова. Подробнее о ситуации с коронавирусом готов рассказать наш корреспондент Дмитрий Иванов. Он на прямой связи со студией. Дмитрий, добрый вечер. Вам слово. Здравствуйте, Иван. Заместитель министра здравоохранения Елена Аксенова только что на брифинге сообщила, что за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 4394 человек в Новосибирской области. То есть впервые с начала пандемии этот показатель перешагнул 4000 рубеж. При этом среди вот этих 4394 человек 807 детей. Что касается госпитализированных, то в больницах сейчас находится почти 3,5 тысячи пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса. Еще неделю назад, когда мы были на таком же брифинге, министр Константина Хальзова речь шла о том, что госпитализированы 2000 человек, поэтому число госпитализированных растет. В связи с этим предприняты Минздравом меры, в частности в ковидный госпиталь, в очередной раз уже перепрофилирована Обская городская больница. В реанимациях лежат 290 пациентов, из них 53 на искусственную вентиляцию легких. Эти показатели за неделю выросли ненамного. Что касается общероссийской ситуации, то еще неделю назад Новосибирская область была где-то в середине, скажем так, общероссийской таблицы. В первой десятке были столичные регионы и уральские регионы, такие как Свердловская область, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ. Сейчас картина немножко другая, Новосибирская область практически уже в десятке. Это говорит о том, что в каких-то территориях, возможно, европейских, уральских ситуация стабилизировалась. У нас пока, мы видим, идет рост, и в связи с этим и связаны действия руководства области, и введение новых ограничительных мер, и перепрофилирование больниц в ковидные госпитали. Но, как сообщила Елена Аксенова, 30% коечного фонда, скажем так, держится в резерве. И будем надеяться, что этот резерв будет не востребован, и заболеваемость в скором времени пойдет на спад. Да, спасибо, Дмитрий Иванов, о брифинге заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой. За три года почти 2,5 миллиарда рублей дополнительно получит Новосибирская область на развитие первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков. Средства будут поступать следующим образом. 1,2 млрд в этом году, 524 млрд в следующем и 658 млрд в 2024 году. Необходимость перераспределения бюджетных ассигнований объясняют увеличением стоимости строительных материалов и цен заключенных контрактов по реконструкции и капитальному ремонту. За редким исключением, проблемы с чисткой придомовой территории от снега возникают практически в каждом новосибирском дворе. О том, бывает ли жители довольны уборкой, хватает ли дворников в городских управляющих компаниях, есть ли в этой сфере рабочие династии, а также существует ли еще советская практика выдачи квартир. Мои коллеги поинтересовались у самих коммунальных работников. Наталья Алексеевна переехала из деревни в Новосибирск 8 лет назад. С тех пор о беренных дворах заботится так же, как о своем доме. Я как-то из деревни росла, и мне как-то проще. Ну, сил хватает еще и на детей. Еще же школа, колледжи. Рассказывает, что с жильцами конфликтов нет. Еще и чаем за работу иногда угощают, конфеты выносят. С автовладельцами за эти годы смогла договориться. Машины, когда надо, убирают. А вот с собачниками нереально. Не прививается практика уборки за домашними животными. Однако в большей степени объем работы зависит от сезона. Много снега выпадает, и что убирать приходится. А летом бучков много. Осенью, лесу много. Но за работу держится. Из плюсов стабильная зарплата общежития с первого дня. А недавно справили новоселье. Квартиру нам вот дали. Я вот отработала, мне дали однокомнатную квартиру. Однако, несмотря на практику выдачи квартир, управляющие компании испытывают дефицит сотрудников. Дворникам приходится работать на износ, брать по три-четыре дома. Приезжие из Средней Азии из-за тяжести не выдерживают и полумесяца. Сейчас идут деревенские. Приезжают из деревни, приезжают целыми семьями. Как бы это самое, устраиваются, работают. Вот они держатся очень долго. Есть даже целые династии. Рекорд для родников – четыре человека, родители с детьми. Однако на все дворы деревенских работяг, говорят, в УК не хватает. Есть и молодежь, но она в такую профессию пока идет очень неохотно. Александр Попов, Борис Гладких, Новости ОТС. Обновленные помещения и расширение перечня услуг в МФЦ до 2025 года к единому стилю приведут отделения в восьми районах области и одном городском. В этом году модернизируют учреждения на площади труда в Новосибирске и в Татарском районе. Также изменится режим работы отделения на Озыряновской улице. Будет с восьми до восьми, он теперь с восьми утра до восьми вечера работать, понедельник, по пятницу и в субботу с восьми до пяти. И мы туда на сто шесть дополнительных единиц штатных будем увеличивать количество людей и откроем большее количество окон. У нас нас за что, ну часто справедливо люди критиковали, критикуют, да, что, ребята, у вас-то много окон, да, из них половина не работает, давайте их откройте и очереди уйдут. Вот, наконец-то, мы себе можем позволить сегодня штат, да, людей, чтобы эти окна открыть. Продолжат цифровизацию, в планах расширить функционал системы голосового самообслужения в контакт-центре. Оплатить госпошлину можно будет по QR-коду в банках, партнерах и платежных терминалах, а сервис 2GIS поможет узнать, в каком филиале меньше очереди. Новосибирск Военнослужащие из Новосибирска предотвратили диверсию условного противника на высоте 1350 метров над уровнем моря. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, предполагаемый враг решил заблокировать дорогу с ходом снежной лавины, чтобы сорвать прохождение гуманитарного конвоя на удаленной территории. Прибыв в указанный район, военнослужащие по косвенным признакам смогли вычислить местоположение и маршрут передвижения неприятеля. Организовали засаду и уничтожили врага. Боевую задачу выполняли в условиях горной местности при температуре минус 30 по Цельсию. Кристаллы не для красоты, а ради науки. Ученые Новосибирского института органической химии получили грант Российского научного фонда за исследования в области перспективных контрастов для МРТ. Подробнее в сюжете Екатерина Новгородцева. Что связывает телефон и органическую химию? Кристаллы. Их используют для создания экранов смартфонов. Но не только. Кристаллы окружают нас повсюду. Применение кристаллических форм различных веществ сейчас очень актуально во всяком случае в медицинской химии, фармакологии. Например, для создания каких-то патентов лекарственных веществ нужно доказать, что это что-то новое. А так как некоторые основные вещества уже давным-давно известны, то можно предложить альтернативу в виде новой кристаллической фракции. В Институте органической химии ученые выращивают кристаллы и изучают их свойства. Один из методов — расшифровка на дифрактометре. Своего рода радиоактивном рентгене, только гораздо более точном и направленном. Анализируют гетероциклические соединения. Мы синтезируем такие гетероциклы, которые очень любят, например, к себе притягивать разные галогены, псевдогалогениды, разные материалы и так далее. И причем это все идентифицируется цветом. То есть если вот сейчас посмотреть в бокс, там как раз сейчас идет реакция с разным цветом. Там одно и то же вещество, только везде разные анионы, которые подходят к нему и, соответственно, разные оттенки. Таким образом мы можем идентифицировать в растворе то, что у нас находится там, какая-то примесь. Такие соединения чувствительны к окружающей среде, поэтому с ними работают в боксе. Там нет ни воды, ни воздуха, только чистый аргон. В соседней лаборатории синтезируют водорастворимые нитроксильные радикалы и возможность их применения в МРТ-диагностике. В МРТ зачастую используются так называемые контрасты. То есть это вещества, которые позволяют получить более отчетливое, более контрастное изображение. В настоящий момент чаще всего для этих целей используются комплексы редкоземельного металла ГД-линия. Но эти комплексы, эти соединения имеют ряд недостатков. Во-первых, ГД-линия – это тяжелый металл и, соответственно, он может накапливаться в тканях у человека, приводя к поражению внутренних органов. Во-вторых, ГД-линии – дорогой материал. Для его синтеза нужны большие затраты. В лаборатории синтезируют радикалы, производство которых гораздо дешевле. Они полностью органические, не накапливаются в организме и подходят на замену МРТ-контрастов. За эту разработку специалисты института получили грант Российского научного фонда. Екатерина Новгородцева, Александр Ведерников, Новости ОТС. Сегодня 100 лет со дня рождения Николая Грицука. Выставки, посвященные творчеству самого известного новосибирского художника, на этой неделе открываются сразу на нескольких площадках. В ЦК-19 показывают более 100 произведений. По ним можно проследить, как менялся творческий почерк Николая Демьяновича. В экспозиции есть и городские пейзажи, и абстрактные работы. Завтра современные авторы принесут полотна, посвященные юбиляру в дом Довинчи. А в эти минуты большая выставка открывается в художественном музее. Там представлены картины из фондов и то, что осталось у наследников художника. Это был центр нашей духовной жизни Новосибирске. Все писатели, Николай Самохер, композиторы, все, кто приезжал в город к нам, это постоянно были первым считали обязательно своим правом, долгом зайти посмотреть Николая Демьяновича. Я удивляюсь, как у него хватало работы колоссальное, с таким напряжением, как было принимать. Уникальный случай для зоосадов России. В Новосибирском зоопарке семья медоедов принесла потомство. Маленький хищник появился на свет еще в конце ноября, но мама тщательно оберегала новорожденного от посторонних глаз. И только теперь начала выводить на прогулки. Ветеринары уже определили пол животного. Это девочка, она быстро набирает вес уже около полутора килограммов. Медоеды в нашем зоопарке «Новички» приехали в 2020 году из Чехии и поселились в павильоне «Тропический мир». Специалисты рады, животные достаточно быстро адаптировались в новых климатических условиях и стали размножаться. Медоед – хищник семейства куницеобразных. Внешне напоминает барсука, а название объясняется любовью к меду и другим лакомствам. Удивительно другое, эти млекопитающие не только сладкоежки. В дикой природе медоеды могут есть змей, и их организм настолько устойчив к ядам, что им совершенно не страшны укусы гадюки или кобры. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова